Привет, свои друзья! Сейчас немножко прогуляемся по выставке. Выставка проходит в Банкурфе, в выставочном центре имени королевы Сири Кит. И почему написал, что это туристическая не только, но здесь представлены ряд туристических выплат, туристических компаний, различные актеры, какие-то агентства. Но, помимо прочего, нашел на выставке много всего, что не связано с туризмом, либо отчасти связано с туризмом, например, продажей чемоданов. Да, но это мне очень интересно. Хочу немножко пробежаться. То, что я перечислил, то, что находится рядом буквально с нами, с нашей стойкой, со стойкой аквапарка Рамаяна. Вот он позади меня. Хочу пройти дальше, посмотреть, что еще есть, и заодно приглашаю вас. Ну, немножко, так скажем, в такой небольшой зыринг. Поехали! Ну, традиционно с нашей будочки начнем. Девки, ну, ребят, вы в своем репертуаре, конечно. Я думаю, что нет. Хотя, возможно, какой-нибудь трансвистит шоу сейчас найдем представительство. Ну, посмотрим. Ладно, давайте немножко прогуляемся. Леша, привет! У вас есть еще вакансия. Вакансия на Фейсбуке была и ВКонтакте была оформлена. Как сказать, запощена информация. Я, честно говоря, не знаю, открыта ли данная вакансия на данный момент. Это вакансия в Gastrelation. Надо говорить по-английски, ну, и иметь некоторый опыт. Вот. Ну, а дальше уже там все описано непосредственно в самых требованиях. Я, честно говоря, не вчитывался. Я всего лишь сделал пост того, что мне дал наш HR. Отдел кадров. Ты на высоте. Что на высоте? Ты тут на выставке, сразу напротив нас стоит такой прикольный отель. Очень впечатлево. Где он находится, вот мне интересно, с активити-зоной даже. Такой, с мини-парком. Я могу тебе писать ВК? Лучше в Фейсбук пиши. Я в ВК практически никого никогда не добавляю себе, поскольку там у меня друзья по России, так скажем. В Фейсбуке все и Тайванд тоже в том числе. Ссылка на Фейсбук у меня вот здесь в профиле есть. Но я тебе сразу скажу, я не понимаю никак решения в плане трудоустройства. Могу лишь информацию передать, на которой есть. Я там есть. Ну вот хорошо. Ладно, пойдем дальше. Я Мишина жена, я знаю. Я знаю, я Мишина на трансляцию. Но я уже давно не смотрю, но пару раз как-то смотрел. И я обратил внимание, что ты его жена. Банана. Чем торгуют? Бананами какими-то. Сушеными бананами, слушайте. Знакомыми с детства. Сушеными бананами. А, это Банана Резорт так называется. Понятно. Банан у них так чисто приставочка. На самом деле это реклама Резорта. Надо, надо учить тайский. Я даже не понимаю, где находится Резорт. Но да, я так подозреваю, что так же, как и все данного типа, в Камчанабуре где-то вот я вижу реку типа Квай. В общем, схема стандартная и понятная. Продолжается вся тема отелей. Я пропустил это в Рамаян. Нет, мы находимся в Бангкоке. И это выставочный центр Королевы Серикиты. Здесь находится также и будка Рамаяны. Поэтому мы, собственно, транслируем здесь. Ну, я еще не делал с торговых центров. Своих, не с торговых центров. Ну, и с торговых центров в том числе. Не делал никаких обзоров ни с торговых центров, ни с выставочных центров. И, в общем-то, такая маленькая проба. Симпатичная. Кстати, выгородка вот здесь. Вот национальная. Девушки рассказывают, показывают. Ага, у них там тоже какой-то отель. Отель весь из дерева. Полный нейтрал. Все стелевизовано под тайский стиль. Макавью Демнон Резорт называется. Хорошо. Так, вот здесь уже интересней. Эко-экспириенс. Это у нас какой-то... Вот, кстати, последнее время, последние пару лет в Таиланде набрало популярность такой немножко экстремальный вид отдыха, как различные тарзанки, банги, джампинги и прочие. И вот, допустим, это называется Плайн Хануман. Находится на Пхукете. 1800 стоит за проездку. Это нормальная цена. Ну, я так смотрю, традиционно на выставках... Традиционно на выставках цена роняется в два раза. То есть те, кто посещают выставку, могут приобрести билетик и сходить самостоятельно по цене в два раза меньше, чем если бы это сделали непосредственно на том же Пхукете. Катани Резорт. Красиво. Ну, данная секция, я смотрю, секция с отелями. Сплошные отели здесь в различном виде. Отель на Пи-Пи. Отель на Пи-Пи. Как он называется? Кстати, тут красивое название отеля. Romantic Sunset. Они предлагают Romantic Sunset Cruise. А отель у нас называется... Я даже не могу прочитать так. Графику такую использовали. Да, Накраби находится. В Таиланде Накраби. What's the name? Аунан Фиори Резорт. Аунан Фиори Резорт. Ну, красивый. Я прям... Такой, стилизация, стилизация под... Под бунгало под тайское. Бунгало. Ну, и то, что я говорил, еще около туристически различные здесь вещи. Например, вон, водонепроницаемые сумки. Кстати, клевый скутер. А что стоит? Это, я так и не понимаю. Это, наверное, покататься. Конечно же, он не может стоить столько денег в продажу. 3-400. Это, наверное, все-таки он покататься. За него цепляешься руками. На нем, буквально, ложишься брюхом на него и погнал, в том числе и под воду. Клевая штука. 3-400 покататься на нем. А, прогулка. Ага. Стоит столько отель. Сверху информация. Отель и плюс прогулка на яхте, в которой еще можно вот попользовать эту штуку. Что у нас здесь? Катамаран. Катамаран красивый. 2-700 стоит. А где он находится у нас? Discover. Это у нас Пхукет, опять-таки. Клево. Ну, вот самые такие крутые, конечно же, зачастую дорогие развлечения находятся на Пхукете. Оно и понятно, обусловлено тем, что там совершенно другая категория отдыхающих, более богатые люди, которые могут себе позволить и яхту, и катамаран. Ну, в Паттайе тоже такие заскакивают, но в основном общая масса, конечно же, бюджетных туристов в Паттайе. Вот. Пройдем дальше. Тут такая толкучка немножко. Ага. Заодно, кстати, вот тоже околотуристическая такая будка. Здесь всевозможные гиды. Тревел-гиды. Ну, конечно же, на тайском, поскольку для тайцев. Я вижу Гонконг, Нью-Йорк, Париж и так далее. Тайвань. Хорошо. Пошли туры у нас. Культуры. Ай, данный тур у нас куда? На спидботе. То на Калипо 820 всего лишь стоит покататься. Аданк Сиатур делает это. Пойдем дальше. Ну и здесь мы видим традиционное мероприятие для подобных выставок. Вовсю идет торговля турами, пакетными турами, поездками для тайцев. Тайцы тоже любят очень путешествовать. Кстати, я вот редко об этом рассказываю, а стоит отметить, это в Бангкоке, куда на Калипо. На Калипо это была какая-то там поездка на лодке на Калипо. Я нахожусь в Бангкоке в выставочном центре. Так вот, о чем хочу сказать. Вообще, на самом деле, кассу по туризму именно в масштабах государства делает не внешний туризм. Очень часто ошибаются наши туристы и другие иностранцы, отдыхающие в Таиланде, что, мол, мы тут приехали и делаем вам бюджет в стране. Ничего подобного. На самом деле, основная часть туристических денег крутится во внутреннем туризме, а не во внешнем. То есть, китайцы настолько много ездят сами по себе, по своей стране, что там циферка-то на самом деле побольше доходности в бюджет в казну государственную от внутреннего туризма, нежели от внешнего, от приездов туристов из-за границы. На Калипы классно, да, согласен. Но я не был, я только видел оттуда фоточки, не доехал. А может, и доезжал. Кстати, на самом деле, на многих, на таком большом количестве островов был, что, возможно, уже даже запутался. Но это было давно, пока в ту бытность, когда я работал на телевидении в Таиланде. Ага, это у нас туристическая компания. Привет! Дорога! Туристическая компания. И заодно пойдут во всю продажу всевозможных туров. Нет свободного места. Зря очень здорово там. Да, согласен. Не, ну вообще, на самом деле, в Таиланде много где здорово. Слушайте, какой шикарный остров. Где он находится? Вот, чтобы поехать на этот остров, нужно обратиться в grandtravel.com. И они помогут из Таиланда организовать. Надо, кстати, взять парочку, пару брошюрочек и... Вот, серьезно, возьми мне пару. Серьезно. Я не имею ни малейшего представления, как мне отсюда поехать путешествовать куда-то. В России понятно. Пошел в какое-либо туристическое агентство и все путем. Здесь, где они находятся. Ну, тайцы-то их знают, конечно. В Бангкоке их наверняка полно. Мы в Фаранге традиционно их не знаем. Место накраждения. Айрат, здравствуй. Вот, поэтому, поэтому надо пособирать брошюры в буклетике и в силу своего познания тайского попытаться вникнуть. Где же брать туры из Таиланда по Таиланду? Я имею в виду через тайские туристические компании. Через пару часов поеду в Бангкок. Супер. Приезжай второй... А, ну, уже он закроется. Приезжай, кстати, завтра сюда. Но я, правда, завтра уже здесь не буду. Ой, вот камера улетела. Я только один день сюда приезжал специально сегодня, чтобы сделать трансляцию на Facebook. Приходили к нам селебрити на нашу будку. Делали розыгрыш, там, призов от компании Quicksilver. Quicksilver – это такая достаточно известная компания по производству одежды для серферов. Они у нас представлены в нашем парке в магазине. Их продукция. Вот они нам предоставили подарки и позвали селебрити, чтобы сделать розыгрыш. Вот для этого я сюда и приезжал. До аэропорта и обратно. А, я понял, да. Стандартный маршрут. Самый частый маршрут. Поэтому сегодня здесь один день просто для того, чтобы организовать Facebook-трансляцию. Можете зайти на нашу страницу в Facebook и посмотреть, как это было. По-моему, получилось прикольно. Но, во всяком случае, лучше, чем когда наш персонал делает сам. Это без моего участия. Трясущийся рукой, без дополнительных гаджетов, устройств. В общем, вот. А что ты там делаешь? Я вот только что рассказал, что я делаю. Я сюда приезжал именно для того, чтобы организовать трансляцию на странице нашего аквапарка. Я работаю в Раммайяне, аквапарк Раммайяна. Самый большой в Таиланде. Работаю диджитал-медиа-экспертом в отделе маркетинга. И все съемочные процессы на мне. Как моими руками, так и руками приглашенных компаний. Как город. Я Бангкок не люблю, честно вам скажу. Прохожу, кстати, мимо. Вот тоже не совсем туристическая выставка. Туристическая, но не совсем туристическая тематика. Хотя, ну, это, наверное, да. Больше да, чем нет. Это у нас компания по прокату автомобилей. Самая известная в Таиланде. Ну, наверное, в мире. Представленная компания здесь. Вот я только что прошел авиас-компанию. И следующая компания, Hertz. Сейчас разверну. Работа, ну, да, работа нормальная. Компания Hertz здесь дальше. Так, наверное, дальше надо внутрь куда-нибудь пройти. Я вот смотрю, там большая, большой, большой, большой холл. Слушайте, ребят, ну я все не покажу. Тут ходить, не переходить. А, авиасанного гаранжа прошел. Здесь компания AirAsia. AirAsia это лоукостер тайский. Кстати, мы традиционно, вот все, кто здесь в Таиланде живет, традиционно стараемся летать само собой дешево. И зачастую по соседним странам как раз летаем такими компаниями, как вот эта, как компания AirAsia, как компания Tiger. Что еще есть? Ну, в основном AirAsia. Я, во всяком случае, летаю. А вот по поводу машин. Компания Budget. Бюджетные тачки. Тоже на каждом углу в Таиланде. Зачастую можно взять в аренду в одном городе, уехать там, допустим, взять в аренду в Бангкоке и издать в Паттай. Разве тайский? Ималайский же. AirAsia? AirAsia это тайская. Ну, нет. Могу ошибаться. Ладно, хорошо. Может, вы меня поймали. Я могу ошибаться. Серьезно. Все, не охлатишь. Я всегда думал, что AirAsia это тайская компания. Но, возможно, ималайская. Что здесь по ценам? За 600 бат в сутки. Ну, это нормальная, кстати, цена вот таких больших компаний. 600 бат на сутки можно взять автомобиль в аренду в компании бюджет. Самый минимальный класс. 120 кубов. Группа Z. Ну, и это даже не вижу, что там. Это Toyota простая. По-моему, Yaris. Вот. Ну, а подороже за почти 1000 бат это у нас уже Camry на сутки. На пукете 1000 в сутки. Ну, смотря, что брать. Вот я как раз привел цены. Пройдем следующее. Помещение большое. Может, здесь будет интересней. Да, выставка абсолютно не заточена под посещение какими-либо иностранцами, поскольку абсолютно все по-тайски. Хорошо, хоть цифры не по-тайски, но по-английски. Айрат. Айрат вышел. Хотел у Арата спросить, а он выучил ли тайский? Я раздолбай никогда его специально не учил. Ну, разговаривать немного могу. Прочитать я уж, конечно, не в состоянии. Утка Москва. Да, пол большой. Отель и резорты. Спрингфилл Групп. Интересная вот эта вот стоечка. Высокая у Спрингфилл Групп. Посмотрим, чем они. Что они предлагают. У них отели. У них отели с дополнительными, смотрю, развлечениями. Можно. Там детки стреляли из каких-то. В какой-то пейнтбол играли. Большой красивый резорт. Спрингфилл. Барон Бич Отель. 1190 бар. Слышу где-то звук. Сцены не могу найти. Отлично. Мой любимый Хуахин. Одна из моих любимых точек в Таиланде. Хуахин. И вот это отель хуахинский. Арда Сия называется. Вообще в Хуахине, в Хуахине посетители одне тайцы. Да, само собой посетители одне тайцы. В Хуахине я бы очень рекомендовал, кто многократно приезжает в Таиланд, хотя бы раз заехать в Хуахин, поскольку он традиционно считается королевской резиденцией. И там всегда спокойно и легко и хорошо отдыхается. Если происходят какие-либо беспорядки в том же Бангкоке, либо где бы то ни было, вы помните, да, минувшие годы было, год через год какая-нибудь то революция, то беспорядки в Бангкоке, все туристов пугали. А, мол, не едьте в Таиланд, хотя для туристов никакой опасности не было. Но тем не менее, если что-то и происходит где-нибудь в Бангкоке, либо вновится где-нибудь комендантские часы, никогда, вообще никогда эти мероприятия не затрагивают Хуахин. Поскольку в Хуахине, ну, сейчас, к сожалению, король ушел уже из жизни, но до этого основная резиденция короля, как раз-таки бывшего короля, была в Хуахине. Я думаю, что и этого короля основная резиденция также в Хуахине будет. А почему там настолько безопасно, помимо того, что там присутствует король, вокруг Хуахина три элитных королевских военных подразделения базируются, поэтому не одни проезжали в Хуахине по пути на Самуе. Вот надо было остановиться. Там, кстати, пляжи тоже классные в Хуахине. А, ребята, кстати, в Хуахине последние несколько лет проводится, ежегодно проводится международный чемпионат по вейкбордингу. Я на первом был лет шесть назад. Это реально круто. Дело в том, что климат в Хуахине изменился в последние десять лет. Там появились ветра. Это было достаточно сильное ветра, волна пошла. И плюс пологий длинный пляж. Достаточно долго надо идти в море, чтобы на глубину уйти. Поэтому идеальные фактические условия как раз-таки для кайт-серфинга. Именно в Хуахине. Поэтому кто серфит, кто кайтит, вот вам туда дорога. Резорт Волс. Я бы сюда с семьей пришел. Приехал бы на самом деле погулять. Новый король. Королева. Ну, королева. Королева-мать. Она как бы... А что? Ну, она есть, да. То есть это жена прошлого короля. А у него, у действующего короля, у Рома Десятого есть ли жена? Я тут... Ну, там кто-то есть. Я, честно, не разбираюсь. Потому что он на самом деле несколько раз был в браке. И кто там на данный момент, я даже не имею представления. Я, с вашего позволения, давайте не буду обсуждать действующего короля. Поскольку, ну, это для меня может выйти боком. Я, конечно же, никто не понимает, что я говорю. Но, в общем-то, это запрещено по закону. Вольно достаточно обсуждать королевскую семью. Кстати, недавно по этой статье один из тайцев заехал в тюрьму, по-моему, в Десяточку. В Фейсбуке написал там что-то не очень хорошее. Что за Миха? Фотоотель. Фотоотели медведь. Медведь из фотоотеля. А я люблю такие анимахи, кстати. Всегда прикольно на выставках посмотреть такие... Пофотаться с такими штуками четкими. Пойдем дальше. Пукетский отель, кстати, тоже. Вот сразу видно стиль. И вот хочется прям поехать и остановиться в подобном отеле. Сатадейс называется. Называется на Пукете. Слеп, лис, лис, дрим, мор. Ну, красиво. И дизайн отеля сам по себе. Такой достаточно... В Удон Тони. В Удон Тони. Ага, это другой отель находится в Удон Тони. Ну, кстати, достаточно демократичные цены. Но Удон Тони это такой не для стандартного туриста. Это для, так скажем, уже изысканный туризм. Поездить по провинциям. Не париться на море, на пляже. А именно в деревне. В деревне, в поля. Посмотреть, как живут настоящие тайцы. Настоящие. Не курортные тайцы. Так, ну тут что-то уже совсем шерпотребник такой пошел. Наверное, не будем здесь толкаться. Здесь мало интересного и мало понятного. Вон, как на рынке. Покупай, налетай, туры. А, тут пакетные туры. 16 900, две недели. А, 27 900 промоушен. Это у нас куда? Я даже не понимаю. А, это в Гонконг. Окей. Но это уже внешний туризм пошел. Тайцы тоже ездят за границу, но не так часто. Имею в виду не все подряд. Я в том же Сингапуре встречал тайцев в туристических местах. Но достаточно редко. Все-таки они любят на выходных сесть в пикап, в грузовик нагрузиться. Цыгане дружную толпою, да, такая схема. И вперед за приключениями по родной стране. Вот тоже интересная вещь. Гольф-клуб. И гольф-клубы в Таиланде прям популярно-популярно. Это у них такой признак стиля и богатства. И, в общем, наверное, как и везде в мире. Но тайцы, как и другие национальности, любят выделиться в общей массе среди себе подобных. И гольф – это одна из таких вещей, за счет которой можно выделиться. Показать, насколько ты крутой. Ну и плюс традиционно, как и в том же Сингапуре, встречи деловые наверняка тоже происходят. На гольф-поляк. Хурама. Это у нас где? В Чааме. В Хуахине, кстати. Вот еще один отель. Хуахинский. Хурама называется. С детской какой-то площадкой. Ну, такой троечка. Простая троечка, но красивая, симпатичная. Хотя наверняка они заявляются как четверка. А, я в нем останавливался. Я уже и забыл. Точно, я вот узнал по вот этому, по изображению, по башне, по самому зданию. Пускай в нем останавливался. Ну, не знаю, как они его позиционируют. Я его воспринимаю как четверку. Запомнил как четверку. Дедушка европейский. Сколько стоит жилье там, чтобы снять недолго на время? Патайета. Ну, надолго. Извините, невнимательно прочитал, надолго или недолго. Так, наверное, надо как-то обойти. Не пройдусь из-за толку. В Патайе вообще жилье на месяц, если снимать. Меньше месяца вам дорога в отель, я серьезно рекомендую, потому что надолго, да? Меньше месяца дорога всегда в отель, потому как меньше, чем на месяц, нет смысла вообще снимать. Квартиру это выйдет дорого достаточно, лучше по цене отеля также выйдет, поэтому лучше все-таки на полный пансион с завтраками, с уборкой комнаты в отель заехать. Если же на месяц и более, то по ценам сориентируем достаточно все просто. Хорошее жилье начинается от 10 тысяч, но можно снять и дешевле. Можно и за 7 снять небольшую комнатушку. За 7 тысяч в месяц при длительном контракте. Кстати, небольшие, очень-очень маленькие комнатки, чисто так, приходить переночевать. Там что-то квадратов 20, 20-25, наверное. Это отели, не отели, а кондомии мы не так давно построили. Да, в месяце, говорили, в месяце в батах и называют. Не так давно построила в Паттайе банковская группа. Забыл. Пока говорил, думал, вспомню. Комплекс. О, ребят, все. Люмпини, вот, вспомнил. А Люмпини, кондоминиум, там они новые, а у них маленькие комнаты, и где-то вот там в районе 8, 7-8 можно найти. Поэтому, если и подыскиваете, вот рекомендую на Люмпини нацелиться. А дебат это сколько? Умножайте на 1,7. Получите в рублях. Еще недавно надо было умножать на 2, вы помните, да, было? Вот, но сейчас чуть выбрался курс. Теперь не на 2 умножаем на 1,7. 1 бат это рубль 70, рубль 70 копеек. Конкен, реклама Конкена. Кстати, проезжали мы через Конкен, последний раз ездили в Лаос. Если до меня дойдет, все-таки, когда-нибудь очередь у меня дойдет до производства видео на Ютуб, то, что я там снял в Конкене, то увидите. Там вроде еда дорогая. Где? В Таиланде? Нет, в Таиланде традиционно недорогая еда. Обычно, обычно везде. Не, ну, конечно, лобстеров можно пожрать. Не, это... Намного. А Конкен, вот пока мы здесь стоим, кстати, все связано с культурой, какие-то шелка. Вот. Смотрите, обратите, обращаю внимание, вот там на экране динозаврики такие. Вот это вот тема динозавриков во всем Конкене. Я сначала, проезжая первый раз через него, я сначала не понял, что за динозавры стоят вдоль дороги. Потом обратил внимание, что абсолютно везде. У них даже аквапарк есть, который называется Динопарк. Потом уже, как я спросил у тайцев, вот оказывается, у них там некие кости, неких динозавров нашли. И они эту тему всю пиарят. Ну, а что такое Конкен? Конкен это север Таиланда, это фактически столица прославленного Исана. Кто был в Паттайе, те слышали хотя бы раз про город Исан. Ой, про часть Таиланда, которую называют Исаном. Многие труженицы спины, которые работают в Паттайе, как раз с лесовых полей Исана приехали на заработки. Ну, и в том числе и с соседних стран. И так вот, столица Исана вообще это аграрная часть Таиланда. Столица Исана это как раз город Конкен и есть. И здесь вот представлены, в этой части выставки представлены его традиционные различные дары. Ювелирка, камешки красивые. Кстати, прикольные камешки. Вот я это... Кто будет в Конкене? Если вдруг в Конкене будете, есть такие вот замечательные... Что это у нас за... Самая... Ага. Это некая мануфактура. Я задрался лишь ко мне вверх, извините. Самая... Мануфактура, которая производит различные украшения. Ах, пока снимал, я даже не... Пока смотрел, не понял, я вам показал, не показал, ладно. Я обычно стремаюсь немножко снимать ювелирку. Обычно народу не нравится, когда ювелирку снимают. У всех же там авторское право на свои украшения, чтобы никто не увидел и не украл дизайн. Выйдем на улицу, кстати, интересно. Давайте выйдем на улицу. Что у нас здесь? Мы, по сути, выходим с центрального входа. А я заходил откуда-то сбоку, через третью парковку. Запарковаться сейчас в это время здесь вообще нереально. Рядом с этим выставочным центром. Он снаружи имеет достаточно интересный внешний вид. Не проедешь его. Сейчас поверну. Вот такая пирамида. Со всех сторон, без окон, без... С дверьми, без окон, ладно. Ребята, ау, кто есть на канале? Все смотрят, слушают. Просто присутствует. Дождь идет. Нет, не идет дождь. Просто вечер. Просто вечер, вечерок. Ну и куда ж без еды? Кстати, вот выставка. Я до трансляции ходил, там, пошел, нашел... Пошел, нашел. Нашел rest room. Тольят по-нашему, да? Переодеть футболку. Пока искал, забрел в какую-то часть выставочного центра, где только еда. То есть, и это достаточно знаково, поскольку в Таиланде в какой бы выставочный центр-то ни приехал, на любую тематику, по-любому будет прям куча ларьков именно с едой. То есть, любая выставка, чего бы то ни было, сопровождается еще и выставкой еды. Спасибо. Сейчас зайдем сбоку, прогуляемся и зайдем сбоку немножко обратно. Найдем нашу Рамаяну, посмотрим, что здесь на улице. На улице ням-ням. Я забыл кошелек, все. Все, друзья, останусь без ням-ням. Ну, я без суть, уже без вас бегаю и что-нибудь себе возьму, закинуть в хоботочек. Ну, тут все достаточно просто. Ой, сполошные канцерогены, жареное все в масле. Кстати, вот, не знаю, по моим ощущениям, процентов 40 тайской кухни жарится в масле. Да, состояние сухарей. Мне очень это нравится. Но уличная еда, я про уличную еду говорю, конечно же. Не про ресторанную кухню. А тут все-таки куча, и барахолка в том числе. Так, надо убегать, чтобы здесь совсем не интересно. Пойдемте обратно в выставочный центр. Хорошие телки есть там, или в Таиланде-то есть, конечно. Вот зайдем, наверное, на вчерашнюю трансляцию. У меня была модель в аквапарке. Фотосессия модели из мужского журнала. И, в общем, классная была, да. А если еще дальше у меня трансляция отмотаешь, в архиве аккаунта вот этого, то найдешь еще и трансляцию с трансвеститами из аквапарка. И сможешь сравнить. Телки, не телки, еще кто-то. Так, сейчас через досмотр пройдем. Не досмотрели нас. Видимо, я никому не нужен. Это радует. Все, выговорился, выговорился. Пойду к себе обратно. Окей. Вот то, о чем я говорил. Такие вот развалы с жареным всем в масле. Сосиски. Ой, как хочу жрать вообще, ребят. Ой, извините, есть. Прямо то слово. Вырастит, это круто, надо глянуть. Но там немного совсем. У меня очень быстро перегрелся телефон и выключился. Настолько горячая трансляция была, что телефон у меня отрубился. А это ты где? Сейчас я нахожусь в Бангкоге, я нахожусь в выставочном центре. Зашел в какие-то катакомбы. Ходил по выставочному центру и куда-то забрел. Сейчас вернусь обратно. Ага, все, вижу. Вижу, вижу. Ура, друзья. Вырвался я из царства еды. Здесь мы были. Ну что, пойдем обратно потихонечку, наверное, к нашей любимой Рамаяне. О, Симилан Тревел. Это клево. На Симилану я хочу. Надо взять брошюрочку какую-нибудь. Симилан Тревел. Симилан. Окей. С этим надо обязательно ознакомиться, потому что вообще у меня супруга давно мечтает попасть на Симиланы. А, на английском тут есть. Супер. Так, ну и что здесь у нас? Посмотрим. Каулак Эрия. 3500, 2500, наверное, в сутки, я так понимаю. Ну, так. Ну, дороговато, кстати. Ну, в общем, Симиланы, да, не стоит того, чтобы туда съездить. Там очень круто. Кристально чистое море. Красивые, ну, почти дикие пляжи, но, в основном, конечно же, море. Симиланские острова. Провинциальные отели. Это неинтересно. Между делом, между делом делают заодно вот чистку лица. Тоже, как бы, как оно относится к туризму, никак. Просто чистка лица всем, кому надо. Рассматривают там поры и рекомендуют какую-нибудь терапию. О, вот эта штука интересная мне. Эта штука мне интересная. Это что у нас? Это какой-то активный отдых. А, ну, это опять то же, что мы с самого начала видели. Резорт с неким, с некой водной горкой в озере. Эван Клай. Не хотят ничего, фарангу предлагать. Думаю, что я не целевая аудитория. Их. С Паттайя можно взять тур на Симиланы. Ну, вот я сейчас закончу трансляцию и буду читать, как уехать с Паттайя на Симиланы тайской компании. По тайским ценам. В Рамаяну тут перекус. Thank you. Все, потом почитаю все наши брошюки. Все в баршюрке что-то набрал. Меня заинтересовал. Меня заинтересовал вот этот вот лотер парк. Активная тут. Активити. Вообще, на самом деле, классный отель. Хочу в таком отеле остановиться. Lake Heaven Resort. Lake Heaven Resort, а где он у нас находится? В Кончанабуре. Хорошо. Наверное, в следующий опус с семьей поедем в Кончанабуре. Мне это нравится. Там классные видео с дрона можно снимать. Кто о чем, а я про дрона. Кстати, ребят, кто был раньше на моих трансляциях, кто меня давно знает, я сегодня забрал, наконец-то, дрона после трехнедельного ремонта. После трех поездок на ремонт. Вот. И он летает. Он летает. Поэтому, я думаю, что на днях мы устроим в аквапарке Рамаяна. Вот он позади меня. Мы устроим трансляцию с дрона. Давно позабытые трансляции с воздуха. Но я поснимаю, наконец-то, новое видео для парка. Спасибо, что были. Со мной есть еще какие-то вопросы. Давайте немножко блиц устроим ответы на вопросы. И буду заканчивать, наверное, уже. Ой, камера сошла с ума. Называюсь. Так интересно всегда за людьми наблюдать вот здесь, которые смотрят мою рекламу. Всегда интересно смотреть на реакцию. Там был только что ролик про то, как создается в парке опасная ситуация для детей. И, в общем, все переживают, что за месяц что-то произойдет. А оно не происходит. Ролик о том, что в парке безопасно. На эмоциях построенный сюжет. И, в основном, все с интересом умилостой отсмотрят, что там произойдет сейчас с детьми. Ладно, друзья. Спасибо, что были на трансляции. Я буду заканчивать. Раз у матросов нет вопросов, то увидимся через пару дней. А, да, увидимся завтра. Я буду завтра затраслировать из-за аквапарка. Ну, посмотрим. Если будут какие-нибудь модели, то будут снова у нас модели. Если модели не будет, то придется мне самому быть в роли модели. То бишь сбросим в себя, возможно, с какой-нибудь горки. Либо же мы полетаем на дроне. Но, в любом случае, традиционно я сыграю по ситуации. Как оно получится, так получится. Спасибо. И до завтра всем. Пока-пока.